здравствуйте друзья приветствую вас на моем канале такая тема мой универсальный спиннинг вот перед вами три универсальный спиннинга 2,4 метра метра с тестом 312 грамм light spinning мастер спин легенд либо 2,7 метра с тестом 728 грамм легенд спин medium 2,4 метра с тестом 250 грамм heavy spinning robinson польского производства но выпускается в китае если на самом деле универсальный спин по моему мнению такого спиннинга нет и быть не может это маркетинга выходит для продажи снастей спиннингов начинающий спиннингист пошел допустим в рыболовный магазин покупать себе спиннинг и спрашивает дайте мне пожалуйста универсальный спиннинг на все случаи жизни и на любую обстановку которой он не понимает и не разбирается от слова совсем так как нет опыта ловли на спиннинг но есть желание начать ловить продавец подумав дает ему спиннинг 2,7 метра с тестом 10-30 грамм либо 5,25 тест 2,4 метра либо 2,1 метра с тестом 3,15 грамм этот спиннинг и будет у начинающего спиннингиста считаться универсальным но по сути он таковым являться не может никогда так как его разные условия ловли озера стоячая вода речка с быстрым течением глубокий длинный широкий водоем озера или большое водохранилище а может небольшая речушка или озеро сплошь покрыто у берега тростником кустами свисающими деревьями где длинным спиннингом будет неудобно забрасывать на близкое расстояние а длинный спиннинг рассчитан на дальний заброс или наоборот коротким спиннингом не получится забросить приманку на дальнее расстояние с небольшим весом и малым при малом тесте спиннинга например на водохранилище на широком водоеме речка это или озеро так как длинным спиннингом с тестом 5 25 7 28 10 30 рассчитаны на дальние забросы на среднюю крупную рыбу хищника щука или судак а как правило может быть и жерех а речушка маленькое озеро небольшое неглубокое длинный спиннинг с большим тестом не нужен так как рыбы и хищник до двух трех килограмм не больше как правило щука или окунь из каких условий ловли достаточно иметь спиннинг и не бачить небольшим тестом и небольшой длиной 2 и 1 метра с тестом 0 10 3 12 15 может быть 3 18 максимум грамм средний водоем либо речка достаточно иметь спиннинг до 2 до 2 и 4 метра с тестом 5 5 20 грамм метео лайт либо на большом водоеме или реке с большим течением возможно иметь большой спиннинг длинный от 2 до 4 до 3 метров 2 и 7 среднее значение тестом 5 25 7 28 10 30 на среднего хищника или крупного хищника это как правило жерех судак щука сон если же иметь с собой спиннинг запасом прочности на крупного хищника длиной 2 4 метра или 2 7 метра и тестом 10 40 20 42 50 20 50 грамм думаю будет достаточно это щука сон судак вот у нас уже три спиннинга уже есть на разные условия ловли на разных водоемах и разных условиях ловли хищника есть еще ультралайтовый спиннинг с разным тестом как правило от 0 до 5 или от 0 до 7 0 5 5 грамм 17 грамм и так далее как выбрать катушку спиннингу и снастям я могу предложить такую схему от 0 до 10 грамм тест и длиной до 2 до 2 до 1 метра катушка использует катушку с солнечной шпуре от 0 до 20 грамм тест и длиной до 2 до 2 и 1 метра и снова катушку шпули размером шпули а двадцати грамм тест и до 30 грамм и до 2 и 1 метра использовать катушку 3000 размером шпуле так это тест спиннинговых выше тридцати грамм по по низкому insider делу теста, до 50 и выше используется катушка 4000 размера шпурей, независимо от длины спиннинга. Для более дальнего заброса крупного хищника для этого используется более тяжелая приманка и катушка с более высоким запасом прочности, где максимальная нагрузка на передний фракцион катушки от 15 до 25 грамм и выше. Так что при покупке катушки на спиннинг не поленитесь просить максимальную нагрузку разрывной на фрикцион катушки от этого будете покупать шнур полиционный, превышающую разрывную нагрузку максимальную самой катушки. Так что бы не было, пошты на хищника, купили спиннинг и катушку, а на катушке шнур полиционный, превышающий разрывную максимальную нагрузку переднего фрикциона самой катушки. Это значит, что при зацепе и при уважении крупного хищника рискуете потерять не только приманку с поводком, но и сам шнур в плетенном месте с катушкой. Я думаю, это понятно. Исходя этого, покупайте вертлюги на поводок с карабинами, в плетенном шнур, не превышающий максимальную нагрузку на сам фрикцион катушки. Сама катушка может быть как с передним, так и с задним фрикционом. Про спиннинги катушки хочу добавить. Там, где спиннинги превышают длину 2-1 метра, катушку можно брать и на один размер больше по тесту спиннинга. Только там, где хэви спиннинг, достаточно иметь 4-х тысячную катушку, независимо от длины спиннинга. И не забывайте, чем больше шпуля, тем тяжелее сама катушка. Так что будем соблюдать своеобразный баланс. Спиннинг плюс катушка для комфортной спиннинговой ловли хищника. Да, многие могут сказать, вот я ловлю много лет одним спиннингом у себя на водоеме. Но дело в том, что такой спиннинг нельзя считать универсальным, так как он и можно ловить именно у вас на водоеме, либо подобном водоеме. В водоеме. И он заточен именно под ваши условия ловли. Поэтому такой спиннинг универсальный не назовешь. При изменении условий ловли им уже будет не так комфортно ловить, как у вас на водоеме. Начинающий спиннингист может вообще купить полную ерунду. Например, спиннинговое дешевое удилище в сборе, которым даже ловить невозможно, и спиннинг спиннингом не назовешь. Много раз видел такое, как спиннингист покупает спиннинг в сборе с катушкой у продавцов. На спиннинговое удилище складное с тестом 40-80 грамм и выше. Катушка с катушкой в 200 размере, 2000 с пулей. И приманкой весом 5-10 грамм. И как такое можно покупать? И зачем? Бывает, наоборот, дешевое удилище, пускай 40-80 грамм, катушка 4000 размера и леска 0,40. И приманка 20-30 грамм. Такое, в принципе, и имеет место быть. Можно самому не полениться и собрать недорогую снасть. Допустим, как у меня. Можно, но и даже и лучше. И вполне себе недорого. Ну, и снасть, как снасть. И спиннинг, как спиннинг. С катушкой вполне себе имеет быть место. Катушка даже может быть недорогой Китая. Но не кобра с леской 0,40. Чтобы научиться... Это для того, чтобы научиться закидывать, потренироваться на водоеме. Да, такой спиннинг может иметь место себе. Но после таких снастей лучше не затягивать и собрать себе что-то более достойное. И тоже недорогое. Это если вы решите ловить на спиннинг. Если нет, то для редкого использования вам и такой спиннинг подойдет с коброй, с этой леской и с этим удилищем. Что хотел... Вот, друзья, что хотел я рассказал. Поделился своими соображениями по поводу универсальных спиннинговых снастей к ним. Если есть вопросы, друзья, пишем в комментариях. Постараюсь ответить. Ставим лайк и подписываемся на мой канал. До свидания, друзья. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok